Всем привет! Будет новый вложик. Я сейчас уже практически собралась, еду за мальчиками и потом мы отправляемся в Икеа. Я уже начала подготовку к Рождеству. Вы знаете, что у нас один праздник плавно перетекает в другой, то есть после Рождества день рождения Томака, после этого Новый год, который чаще всего мы отмечаем дома, приглашаем к нам друзей. Так что я уже начала собирать новогодний декор. Я хотела бы купить и новый такой праздничный сервиз и бокалы для шампанского. В общем, чтобы у нас была такая праздничная посуда. Я знаю, что это вовсе не обязательно, но мне этого хочется. И не знаю, как в ваших семьях, а вот у меня, в семье, в которой я воспитывалась, в которой я выросла, у нас был такой праздничный сервиз, который стоял в шкафчике, и мама доставала его только по особым случаям. Не знаю, что из этого получится и насколько это хорошая идея, но моя душа этого требует. Так что поехали с вами в Икеа и потом второй части влога обязательно покажу, что же интересного я нашла из новогодних вещичек. Поехали! Пепку даже покрасивее некоторые штучки будут. Вот эти подсвечники-звездочки бензиновые, я рассказывала вам недавно о том, какой уют это создает, и как это здорово выглядит на праздничном столе или просто на комоде вечером зажечь. И это совершенно недорогое удовольствие. Вот сюда тоже вставляются маленькие свечи. Еще вот, если будете искать в ваших магазинах, вот такие они бензиновые внутри. Здесь всякое для выпечки. О, у меня тоже есть такой олень для того, чтобы раскалывать орехи. Догадайтесь, в трех раз пользовалась ли я им. Конечно, нет, это был подарок. Куча игрушек, каких-то бантов для того, чтобы красиво упаковывать подарки или просто на елочку повесить. Вот еще вместо классической елки есть такие керамические. Вы заметили, что я записываю, и меня не хотят выгнать в кое-то веки. Чашечки стоят от 2 долларов до 3. Вот эта такая красивенная. Есть еще и темно-синяя. А вот такую гирлянду я вижу впервые. Прикольно. Продолжаем наш влог. Я уже, как видите, дома. На самом деле у нас следующий день. Я принесла все пакеты. Мне удалось найти столько всего интересного. Короче говоря, все эти магазины заразили меня своей новогодней атмосферой. Мне тоже хочется поставить елку. Хотя я сижу за окном плюс 15. Желтые листья, зеленый газон. Абсолютно нормальная ситуация в нашем случае. У нас вообще может не быть снега. И как-то совершенно не по-зимнему. Но праздники-то никто не отменял. Я люблю и украшать дом, и принимать гостей, и даже готовить. И прежде чем мы приступим к новогоднему декору, я хотела бы поделиться с вами очень полезной штукой. Оставлю вам ссылку внизу. Вы тоже можете ей воспользоваться. Это абсолютно бесплатная онлайн-диагностика кожи, которая вас ни к чему не обязывает. Она анонимная. Она была разработана брендом Виши. И это не занимает много времени. До одной минуты я, честно говоря, просканировала много своих фотографий, где я без макияжа. Это очень умный и серьезный искусственный интеллект, который анализирует состояние вашей кожи по семи признакам старения. То есть он смотрит на общий вид лица, проверяет упругость, есть ли у вас пигментация, в каком состоянии ваши поры. И вы получаете свой результат. Вы также можете его сравнить с другими результатами женщин в таком же возрасте, как вы. И также очень классно то, что вы потом можете почитать все разъяснения, что значит тусклый цвет лица, чего не хватает вашей кожи, на какие ингредиенты и на какие средства. Также обратите внимание, очень классная штука, увлекательная и полезная, что самое главное. И пока это все есть в свободном доступе, я делюсь с вами ссылочкой, потому что действительно это не займет много времени. Вы можете просто смыть макияж вечером, сфотографироваться, быстро загрузить фотографию и посмотреть, что плохого и что также хорошего происходит с вашей кожей. Потому что меня лично порадовало то, что мне указали мои слабые пункты, но и также сильные стороны состояния кожи. Ну потому что думая, что вот я столько всего делаю, столько внимания уделяю, мне говорят, что все плохо. Так что лично для меня это тоже был плюс. И также очень здорово то, что есть еще разъяснение того, что такое, например, тусклый цвет лица и какие-то подсказки, в чем нуждается ваша кожа, в каких ингредиентах. И также идет подбор средств, начиная с очищения, там все сыворотки, кремы, чтобы решить какие-то недочеты на вашей коже. И я должна признаться, что я проанализировала где-то, ну фотографии 10. Понятное дело, без макияжа, вот, которые были у меня в телефоне. И всегда выходило одно и то же, что у меня расширенные поры и тусклый цвет лица. Из таких сильных сторон это то, что у меня хорошая упругость кожи и у меня нет морщин вокруг глаз. То есть когда лицо в расслабленном состоянии, я сама это вижу, что все нормально, что меня здесь все устраивает. Но когда я улыбнусь, то, конечно же, мимические какие-то появляются. Вот вы тоже попробуйте. Я, кстати, загружала фотографии не в очень хорошем качестве и просто смыла макияж, быстренько себя сфотографировала и все проверила. Как я сказала, ссылочку держите внизу. Вот такая суперполезная информация для вас. Захотелось поделиться. А теперь давайте рассмотрим, что я тут накупила. И первый магазин, который я посетила. Та-дам! Тикай Макс. Все самое классное я всегда нахожу в Тикай Максе. Но я должна признаться, что мне туда нужно зайти раз пять. И, возможно, на пятый раз я таки что-то вот отхвачу. Потому что там нет постоянного ассортимента. Иногда что-то повторяется. Но часто бывает так, что я прихожу и как-то так вообще непонятно. И вот за последний раз я купила сразу несколько очень удачных вещей. Я знаю, что этот подсвечник будет меня радовать точно так же, как тот с зайками. Вы часто о нем спрашиваете. Я его купила и больше никогда не видела в продаже. Я даже собиралась его приобрести и потом разыграть. Потому что он привлекает внимание. Он смотрится дорого, классно и не банально. То есть, ну я не знаю, я больше нигде ничего подобного не видела. И вот этот подсвечник, он очень тяжелый. Я его еле держу. Еще в Икее я купила большую свечу. Дальше посмотрим в покупках из Икее. И этот подсвечник будет стоять на полу или, возможно, на ступеньках. Я еще попримеряю и посмотрю. Кстати, написано, что снежинка Handmade, что не может не радовать. Она как будто вырезана из дерева. И мне нравится то, что у нее такая не идеальная, не отполированная текстура. И также она покрыта белой краской и частично серебром. Это будет очень красиво переливаться. Сразу же к ней шел вот такой шнурок. Я повешу ее где-то между этажами или на какой-то из стен. Я уже решила, что наши праздники пройдут в красно-серебристо-бело-зеленых цветах. То есть такая классика. И вот небольшой элемент, который я докупила, это свеча. Она ароматизированная, пахнет клюквой. Наверное, клюква пахнет иначе. Но приятный такой, ненавязчивый, не удушающий свежий аромат. И когда, как ни осенью, ни зимой, ни во время праздников зажигать много свечей. И вообще вот эта вот атмосфера уютная, я это обожаю. Но даже летом мы всегда зажигаем свечи. Любим это дело. Немножко помялась в пакете, но я думаю, что суть я сна. Это набор полотенец, тоже в такой праздничной тематике, которые я повешу на дверцы моей духовки. Кого-то удивляет, что я что-то вешаю туда только для красоты, и потом не пользуюсь этими полотенцами. Сначала ими не пользуюсь, а потом, конечно же, они тоже идут в ход. Но когда это что-то такое явно праздничное, что-то, что должно только украшать, такие обычные полотенца, которые мне не жалко стирать по миллиону раз, конечно же, у меня есть, и они висят отдельно. Но я люблю вещи, которые иногда, может, малофункциональны, но они радуют меня. И это самое главное. И муж не возмущается, ему не мешает, что у нас миллион полотенец, что их вечно меняют, что-то перекладываю. Здесь вот такая рельефная птичка с вышивкой, также фельдсовые рождественники, и вторую уже более такой стандартные, просто с елочками, звездочками, и вместе они смотрятся замечательно, как мне кажется. Не совсем праздничные, но зато они идеально сюда подходят. Это полотенца с вкраплениями оранжевого цвета, с милыми лисичками. Я вам показывала, что мне захотелось какой-то яркости, поэтому я добавила немножко оранжевого, и вот эти лисички, ну, я не смогла. Я не смогла уйти без них. А на смену нашим кроликам придут олени. Правда, классный подсвечник? Мне он так понравился. Он чуть меньше, чем кролики, но так как у нас будет рождественский венок, и здесь у нас также стоит лампа, я подумала, что вот такой компактный будет как никогда. Кстати, и я его видела пару недель тому назад, потом я пришла, видимо, его кто-то купил, и привезли снова новенький. Я долго стояла в очереди, но я подумала, что если я его не возьму в этот раз, то наверняка больше он никогда мне не встретится. А вот эта тема с оленями, с зайцами вообще в Тикой Максе повторяется из года в год. И не говорите потом, что я с вами не делилась, откуда этот подсвечник. Если у вас есть этот магазин, то зайдите, возможно, они тоже там представлены. Классный. Я думаю, что найти формочки для пряников это вообще не проблема. Они есть и в Ашане, и в каких-то других супермаркетах. Но так как я уже конкретно закупилась в Тикой Максе, и мне понравились вот эти, я взяла мальчишкам. Часть наших растерялась, и те, которые есть у нас, или слишком большие, или слишком маленькие, и в них как бы застреет тесто не совсем удобное. Так что я обновила нашу коллекцию, еще не показывала мальчикам, они будут в восторге. Здесь вот человечек такой небольшой, елка и звезда. Звездочка здесь повторяется, но чуть меньше. Колокольчик, лист от, как? Емяуа. Как это по-русски? Короче, неважно. Снеговик. И еще заранее в Лидле я купила всякие там цветные шарики, звездочки. Я вижу, что здесь есть золотые, серебристые, разноцветные. И также в этом году я попытаюсь. Я не обещаю, но я буду стараться найти какой-то толковый рецепт, или придумаю что-то сама для того, чтобы сделать белую глазурь. Или, возможно, цветную. Но, я не знаю, хватит ли меня на то, чтобы краситель в глазурь отдельно добавлять. Потому что обычно, когда мы садимся, это все с малыми делать. И так такой хаос, что куда там до глазури. Еще одна свеча в таком красном стекле. Скромная, но при этом интересное оформление. Я всегда уделяю внимание таким деталям. Вот эта вот часть из ткани. Деревянная крышечка. И аромат, который однозначно не понравится моему мужу, пахнет, знаете, как что? Как какая-то ванильная выпечка. То есть, это уже сладкий такой аромат. Ну, пахнет едой. И Томаку нравится что-то или с хвоей, или с ладаном. Это вообще не моя тема. Так что мы по очереди зажигаем то, что нравится каждому из нас. Очень удачно я зашла в пепкойн. Нашла такую гирлянду. Она небольшая. И она пригодится мне для съемки видео. Конечно, я использую ее в интерьере. Но я не могу сказать, что она мне супер нужна. Потому что у нас есть несколько других. И она работает от батареек. То есть, довольно безопасно. В темноте это смотрится обалденно. Кстати, лампочки пластиковые. И каждая из них так неаккуратно покрыта серебристой краской. И свет из каждой лампочки так вот просвечивается. Тоже в пепку взяла две мисочки. У меня есть или очень глубокие, или, ну, такие непраздничные, прозрачные из океи. И я подумала, что вот эти очень хорошо подойдут под наш сервиз. И я также знаю уже, какие блюда будут на празднике, которые я сюда помещу. Ну, и вы видите, что у нас очень часто бывают гости. И выходные дни, летом эти грили бесконечные. И довольно много людей приходят. И у меня вот нет таких больших мисок, куда я могла бы сложить там картофель, какую-то пюрешку или салаты. Вот, чтобы это выглядело красиво. А мисочки недорогие я взяла. И когда всем постоянно пользуешься, то, к сожалению, то там что-то цокнется, то там отобьется кусочек. Очень жалко. Но я покупаю эти вещи не для того, чтобы они вот просто стояли, а для того, чтобы они радовали нас и служили нам. С таким же узорчиком я нашла соль и перец. Я не знаю, с чем это связано, но в Польше довольно соленая кухня. И всегда, когда я иду куда-то в ресторан или в гости, все чаще всего лично для меня очень соленое. И когда к нам приходят гости, часто просят соль. Мама Томака, папа, брат все досаливают. Вот, ну, лучше досолить, чем пересолить. Вот, правда, я взяла просто такой наборчик. И также небольшую соусницу. Или сюда можно наливать молоко, когда гости просят кофе с молоком. Например, мама Томака, она говорит, только молоко отдельно, потому что я сама хочу видеть, сколько там молока, какая пропорция. Вот, очень удобно и симпатично. Но не обязательно. Такой небольшой наборчик для пряников. Одна форма, просто кругленькая для того, чтобы их вырезать, ну, из теста. И вот такой штампик с разными насадками. Здесь, вот, например, снеговик, еще есть олень. И третья насадка с елочками. То есть все это можно менять. И вот сразу три вида разных пряников. Я бы хотела сделать и пряники, которые малыши сделают для бабушек, дедушек. Все это разукрасить в качестве подарка. И хотела бы, чтобы мальчики также отнесли это на праздники в детский сад. И угостили своих друзей. У нас довольно стандартные покупки из Икеи. Я таки нашла большие ажурные звезды, которые я хотела. Почему мы каждый год их обновляем? Не обновляем, а докупаем несколько штук. Потому что они портятся. Когда мы их вешаем, вот они сделаны как бы из довольно плотного материала. Но, чтобы это сделать аккуратно, нужно очень долго и очень муторно этим заниматься. Иногда просто не хватает терпения. Особенно, если это делает Тома, у него все, раз, 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 быстро опорвалось там что-то еще. Говорит, Тома, вот не трогай, я это спокойно сделаю, я усидчивая. Нет, он за это берется и зачастую он портит несколько. Еще одна из звезд висит у нас там, где открывается балкон. Точнее, выход на террасу. И вот, малые, вот туда-сюда постоянно. Поэтому, ну, одна-две иногда у нас выглядит так не очень хорошо. Они не слишком дорогие, там, 8 долларов где-то. Если с ними аккуратно обращаться, то все будет нормально. А еще вспомнила, что две звездочки мы подарили. Потому что, когда в декабре наши родственники хотели их купить, их уже не оказалось в магазине. И у нас было несколько, и мы им отдали. Так что себе в этом году докупили. Если вы тоже хотите, то стоит подумать об этом сейчас. Потому что, вероятно, в декабре их просто не будет. Большая свеча, о которой я вам говорила. Вот таких огромных в Икее я раньше не замечала. Взяла и нам. И для того, чтобы она такая одна-денешенька не стояла там на дне моего подсвечника. Я шучу, на самом деле это просто не обязательно. Но мне понравилось, как это выглядит. Это как битое стекло, вот такое, тоже с серебринкой. Я насыплю его в подсвечник, я сейчас это сделаю, покажу, как это выглядит. И поставлю на него свечку. На него, на них, сейчас. Мое стекло рассыпается. Мне уже придется пылесосить. Но я думаю, что суть понятна. Я даже боюсь ставить свечу, потому что будет капец. И последнее, что я купила в Икее, это елочные игрушки в виде домиков. Они сделаны из бумаги. Она тоже такая не совсем тоненькая. У нас все игрушки разные, из разного материала, разноцветные. И мы всегда собираемся не просто нашей семьей, а еще кого-то зовем там дедушку, дядю. В прошлом году была и двоюродная сестричка, и моя мама. И я очень рада, что с того момента, как мы переехали в дом, у нас побольше пространства. И мы приглашаем людей, близких нам людей, родственников наших. И вот так все вместе наряжаем елку. Это уже стало нашей такой небольшой традицией, которую мы обязательно повторим еще и в этом году. Я очень-очень держу кулачки, чтобы все было нормально. И приехала моя мама, моя тетя. И знаете, такой аромат праздников и атмосфера. Вот эта огромная такая пушистая елка, которую привозит Томок. Скорее всего, не будет раньше влогов там и всяких таких праздничных видео, где я буду на фоне елки. Потому что мы покупаем ее не за месяц, не тогда, когда все праздничное появляется в магазинах, а тогда, когда это уже как бы реально праздники. У нас также живая елка, если мы ее даже поставим там за две недели до праздников, то она просто начнет очень сильно осыпаться сразу 1 января где-то. Так что мы всегда оттягиваем до последнего. Из таких покупочек для дома это все еще. Покажу вам вафельницу, сделаем вафли. Но также в Пепко я купила кое-что для деток. Я купила им сразу несколько праздничных свитеров. Там есть неплохие детские вещи. Особенно нам нравится покупать там какие-то штанишки, какие-то кофточки. Они стоят абсолютно недорого и они выдерживают максимальное количество стирок и по качеству лучше, чем, например, в Заре. Но это нужно попасть. Я всегда выслеживаю акции, когда там есть именно коллекция для деток. То есть что-то завозят и потом это распродается, а не то, что постоянно висит. И посмотрите, какой милый свитер с мишами. Праздничный. Такой даже зимний, можно сказать. Он, конечно, не супер теплый. Но мы обычно под низ еще что-то надеваем. Я помню, что мальчишки на выходных уже одевали некоторые кофточки. Так что все вам не покажу. Но вот, например, эта. Она из такого приятного хлопка. Мегусенький. Классный. Здесь волк. Еще я Захарчику купила такую как бы клетчатую кофту, которая напоминает рубашку с серым капюшоном и с замком. Очень-очень достойная и по качеству. И даже не верится, что это может стоить буквально копейки. Ну вот, Игнашика взяла кофту со снеговиком. Он сегодня хотел ее надеть. Говорю, как хочешь. Но потом что-то там он другое выбрал. Это что касается покупок именно на праздники и для дома. Я надеюсь, что вам было интересно. А теперь идем готовить творожные вафли. Я как-то спрашивала у вас, какую вафельницу мне купить. Вы очень советовали Borg, Redmond. И еще писали, что Tefal неплохие. Но потом как-то с малыми мы шли. И они очень начали просить меня купить вафельницу, чтобы мы приготовили вафли. И таким образом мы купили самую обычную в польском магазине. Это какой-то собственный бренд. То есть бренд Raven производится только для одной определенной сети. То ли Mediamart. Я даже не помню. Не обратила внимания. Это было в торговом центре Serenade. О, вспомнила. Короче, то, что меня подкупило, это то, что можно регулировать температуру. И также датчик того, что вафли уже готовы. То есть выставляешь там, хочешь, например, слабую прожарку. Или наоборот, чтобы они были такими темненькими. И ждешь, когда зеленая лампочка загорится. Я сначала так сомневалась, а потом один раз воспользовалась. Значит, все было замечательно. Реально как бы помогает. И вообще не прилипают. Вот ни грамма. И нормально прожариваются. И сейчас, в общем, я пробую разные рецепты. Обязательно с вами сделаем тыквенные. Но я не купила тыкву. Так что сегодня будут творожные. Для этого нам понадобится мука, мягкое масло. Я специально заранее достала в Польше. Все масло такое 82%. Но всегда такое, знаете, как камень. Им можно убить. Так что нужно за несколько часов доставать масло. Яйцо, разрыхлитель, ванилька. По ходу дела будем разбираться. Есть и фирменное ведро. Берем где-то 50 грамм сливочного масла. Щепотку соли. 2 столовые ложки сахара. И взбиваем все это миксером. Теперь творожок. На 2 яйца берем 100 грамм творога. Яйца. Пол чайной ложки разрыхлителя и 50 грамм муки. Но я поменяла пропорции, потому что я буду делать больше теста. И еще раз все взбиваем. И теперь начинаем выкладывать. Я не хочу делать большие вафли. Поэтому они будут неровными. Но зато, знаете, на один раз. На одного человека даже можно так сказать. Получились. Но я сразу очень сильно разогрела вафельницу. Поэтому они такие темненькие. Давайте еще подержим. Давайте посмотрим, какие они внутри. Ух ты. Класс. Очень вкусно. Пока последняя партия вафель жарится, покажу вам мои новые сережки, которые приехали ко мне на днях. Я их заказала довольно давно. И уже даже успела о них забыть. Такие, не такие, а чуть больше у меня были. И после свадьбы брата, я не знаю, их, наверное, оставила в отеле. Нигде не могу найти. И вот эти очень-очень красивые в серебре. В магазинах я даже никогда не видела. Они также есть в золоте, но как-то в серебре мне захотелось. Ой, нет, понятное дело, что это не серебро, а подсеребро. Но выполнены очень качественно. Повесила уже своих лисичек и не могу нарадоваться. Завтра мы, к сожалению, снова остаемся одни. Надолго. Но ничего. Я совсем справлюсь. И с домашними обязанностями, и с обязанностями мамы. И с работой, конечно же, видео будут выходить регулярно. У меня есть масса идей и к Новому году, и вообще того, что мне хотелось бы наснимать для вас. А пока что прощаемся. И до встречи уже совсем скоро. Пока.